Я приветствую всех, кто в эти минуты смотрит наш канал. В эфире программа «Итоги недели». Подробно о главном за 7 дней расскажем вам я, Анастасия Мелешкевич, и мои коллеги-журналисты БУК-ТВ. Из всех событий этой недели мы обсуждаем то, что важно знать в подробностях и к чему необходим компетентный комментарий. Как всегда в начале выпуска, коротко о главных темах сегодняшней программы. Открыто и откровенно о том, что происходит в городе, регионе, стране. В Бресте продолжается встреча представителей городской власти в рамках диалоговых площадок под общим названием «Разговор о главном». Подписание соглашения о сотрудничестве в сфере бизнес-контактов и гуманитарно-культурных связей. В Бресте прошла встреча с участием руководства Первого региона и представителей Китайской Народной Республики, а также культурно-деловой форум «Брест-Леонин». Акция по сбору монет для создания памятного знака в Бресте завершена. Более 160 килограммов монет передали «Брещане» благотворительному фонду имени Алексея Талая. Брестский театр «Кукол» в свой 60-летний юбилей преподнес подарок брещанам. В театре создали спектакль по мотивам пьесы Чехова «Вишневый сад». В эфире итоги недели мы начинаем. В Бресте продолжаются встречи представителей городской власти в рамках диалоговых площадок, под общим названием «Разговор о главном». Проект направлен на информирование населения о текущей ситуации, стратегии развития в экономике, политике и социальной сфере, выявление потребностей жителей областного центра, а также открытую и откровенную коммуникацию между вертикалью власти и горожанами. На этот раз председатель Брестского горесполкома Сергей Лободинский приехал на швейное предприятие БТК-5, расположенное в микрорайоне Речица. Наша съемочная группа также побывала на мероприятии. О чем говорили и какие вопросы волновали граждан, расскажет Людмила Логодич. Откровенный конструктивный диалог между представителями вертикали власти и обществом – эффективная форма взаимодействия, которая позволяет рассказать о текущей ситуации в стране и городе, выявить волнующие проблемы и наметить пути их решения. Очередным местом проведения разговора о главном стало швейное предприятие БТК-5 в микрорайоне Речица. Глава города Сергей Лободинский начал разговор с ситуацией в жилищном строительстве. В переводе на квадратные метры этот показатель в Бресте ежегодно приближается к 200 тысячам. Цифра весомая даже в масштабах всей области. Область строит порядка 650 тысяч. Представьте, 200 тысяч – это город Брест. В этой массе жилья, львиная доля – это многоквартирное жилье, порядка 140 тысяч. По этому году у нас задание тоже 196 тысяч и 140 тысяч – это многоэтажки. По этому году мы уже за полугодие выполнили свое задание по направлению, в первую очередь, многодетных семей, потому что они в приоритете. Это больше 457 семей, которые уже улучшили жилищные условия. И планируем, что с учетом начала задельных домов, порядка же столько же семей получится направить на улучшение жилищных условий вот домов, которых будет уже запланировано на следующий год. Поэтому жилье остается для нас принципиальной, так скажем, направленностью для города, потому что очередь у нас большая, желающие еще есть. Ну и, соответственно, на эти цели выделяется государством господдержка, где можно, так скажем, кто состоит на очереди, при наличии тех критериев, которые определены законодательством, улучшить свои жилищные условия. Помимо жилья в Бресте, остро стоит вопрос развития транспортной инфраструктуры. В областном центре с населением в более чем 340 тысяч жителей важно обеспечить своевременную доставку пассажиров в различные точки города. В этой части есть немало нареканий, однако для решения данного вопроса предлагаются все усилия. Вы видите, уже только по текущему году у нас появилось порядка 10 троллейбусов на автономном ходу. Это позволяет нам отвязываться от линий электропередач, контактной сети, для того, чтобы маневрировать в те микрорайоны, которые сегодня не обеспечены. В принципе, это уже сегодня и не нужно. До конца года ожидаем еще поставки порядка 10 автобусов. И в общей сложности по этому году у нас 20 автобусов. Мы видим, что обновимся. По прошлому году для сравнения было порядка 17. И в принципе, если эти темпы сохранить, то мы не только обновимся по подвижному составу, но и обеспечим небольшой прирост с учетом того, что у нас появляются новые микрорайоны. Не секрет для руководства города и то, что существует необходимость в увеличении количества учреждений образования. Доступность детских садов и школ должна быть обеспечена в каждом микрорайоне. Это стратегически важное направление социальной политики государства. Для города Бреста мы видим эту проблему, точечно решаем в тех микрорайонах, где, так скажем, есть ограничения в этой части в рамках существующей застройки. Поэтому это и встроенные садики на Колесниково, да, если кто-то проезжал, видел, там сделали в доме на первом этаже встроенный сад. Сейчас продали площадку в районе прокуратуры в сторону крепости. Жилой дом, значит, тоже предусмотрен со строительством встроенного сада. По ходу, значит, строится два садика в юго-западном и юго-восточном микрорайонах на 350 мест. Один садик введем в этом году, к сентябрю второй садик сдадим в следующем году, где-то к лету. Проектируем сейчас школу, тоже в заречном микрорайоне, потому что у нас не хватает школьных мест. И, значит, на лейтенанта Рябцева запланирован проект с началом строительства в следующем году садика на 190 мест. Большое внимание было уделено благоустройству города, в том числе и речь шла о микрорайоне Дубровка, а также о речице, где расположено предприятие. Сегодня вы видите те места, которые уже требовали обновления в виде асфальтового покрытия. Сегодня мы хорошо и красиво, я считаю, сделали Дубровку, Белорусскую, для себя наметили Свято-Афанасьевскую. В ближайшее время, как только появится ресурс, я думаю, дойдем мы и до речицы, чтобы здесь у вас как-то комфортно и красиво было. Я для себя вот в рамках, так скажем, ознакомления с определенными улицами, тут Бауманская, Веселая, все остальные, тут дальше до мясокомбината, в том числе в рамках наведения порядка к большим гостям, когда мы ждали премьера. Исходя из тех ресурсов, что есть, я думаю, что основные магистрали, как мы сделали Белорусскую и Дубровскую, я думаю, мы здесь пробьем, а дальше уже начнется подтягиваться уже мелкие улочки и переулки по микрорайону речицы. Продолжил диалог начальник отделения Побресской области Белорусского института стратегических исследований Эдуард Северин. Он остановился на электоральных вопросах, в частности, на едином дне голосования, который состоится 25 февраля 2024 года, когда белорусы будут выбирать депутатов парламента и местных советов. После этого будет сформировано Всебелорусское народное собрание, а далее в 2025 году пройдет президентская кампания. Кроме этого, спикер сделал акцент на социальной политике и демографической ситуации в регионе. Очень много делается с точки зрения строительства жилья и способствует определенные правовые механизмы, разработка определенных программ, связанных с поддержкой многодетных семей. Когда мы говорим о моментах, связанных с социальной политикой, то, конечно же, в первую очередь здесь мы говорим о значимом направлении, которое возводится прямо в ранг национальной безопасности. Это демографическая безопасность. В данном контексте есть у нас определенные проблемы с точки зрения превращения численности населения в целом по Республике Беларусь. Но, опять же, если брать Брещину в целом, то по количеству многодетных мы лидеры в Республике Беларусь. Это тоже как бы оправданно, это определенная традиция, скажем, нашего Брестского региона в данном контексте. И действительно делается очень и очень многое, в том числе и в рамках Брещины как таковой города Бреста непосредственно. В диалоге приняли самое активное участие и сотрудники предприятия. Они озвучивали или передавали в письменном виде свои наболевшие вопросы и предлагали пути их решения. По каждой теме главой города был дан обстоятельный и аргументированный ответ. А многие были взяты на карандаш для выяснения обстоятельств и принятия дальнейшего решения. Продолжаем программу. Между Беларусью и Китайской народной республикой уже давно установлены прочные дружественные деловые контакты. И Брестская область не исключение. Сегодня первый регион развивает деловые отношения более чем с 77 странами. При этом контакты с Китайской народной республикой – одни из наиболее тесных. Познакомиться с нашим регионом поближе и наладить деловые контакты именно с такими целями в город над Бугом приехала делегация из китайской провинции Леонид. Накануне ее встретили в Брестском облсполкоме, где состоялась встреча в двустороннем формате с участием руководства региона и представителей дружественной страны и культурно-деловой форума «Брест Леонид», в ходе которого подписан ряд соглашений о сотрудничестве как в сфере бизнес-контактов, так и культурных связей. Более подробно в следующем сюжете выпуска. Леонид – это колыбель китайской цивилизации и один из главных туристических центров Китая. Важный экономический регион, который нередко называют «старшим сыном Поднебесной» и один из 18 регионов Китая, которые реализуют инициативу нового шелкового пути. Сегодня Леонид – самая экономическая, развитая и богатая область на северо-востоке Китайской Народной Республики. Такую информацию на встрече делегаций Брестской области и китайской провинции Леонид накануне отметил заместитель председателя народного правительства провинции Ляонидзинь Говээм. Наша провинция располагает обширными преимуществами в авиационной, машиностроительной, автомобильной, электронной и автоматизационной отраслях промышленности. И сегодня расстояние по прямой между китайской провинцией Ляонидзинь и Брестской областью – около 7 тысяч километров. Но для нас столь отдаленное расстояние не препятствует глубокой дружбе. Это успешная реализация договоренностей лидеров наших стран о всестороннем стратегическом партнёрстве. В последние годы сотрудничество между Беларусью и Китаем в области торговли, экономики и в сфере гуманитарных связей постоянно расширяется. Брестская область – не исключение. Дмитрий Городецкий в своём выступлении на встрече акцентировал внимание на том, что Брестская область развивает деловые отношения более чем с 77 странами. При этом контакты с Китайской народной республикой – одни из наиболее тесных. Мы в последние годы имеем устойчивую тенденцию роста взаимного товарооборота между Брестской областью и Китайской народной республикой. К примеру, за 2022 год товарооборот вырос более чем на 38%, а уже в истекшем периоде показал ещё лучшую динамику и к уровню 2022 года добавил 56%. По объёмам экспорта Китай в нашей Брестской области вышел на второе место после Российской Федерации. Но я думаю, что мы совместно вместе с вами полагаем на то, что потенциал нашего взаимного сотрудничества ещё остаётся очень большим, и хочу вас заверить, что мы готовы подпринимать самые активные шаги, которые направлены на укрепление белорусско-китайских отношений, развитие дружественных связей и взаимного торгово-экономического сотрудничества между Брестской областью и провинцией Леонин. Потенциал для дальнейшего развития взаимоотношений Брестской области и китайской провинции Леонин далеко не исчерпан. В регионе работают инвестиции из 30 стран мира, есть совместные перспективные проекты с китайскими партнёрами. Сегодня Брестская область готова предложить китайской стороне реализацию инвестпроектов на территории свободной экономической зоны Брест в машиностроительные отрасли, химической промышленности и производстве синтетических моющих средств, лёгкой пищевой и деревообрабатывающей промышленности. Ряд наших предприятий занимается модернизацией производств, реализацией инвестиционных проектов, поэтому можно было бы посотрудничать в части поставок и оборудования и внедрения передовых технологий, ну в том числе и по инвестированию. Могли бы предложить возможность организации производств в свободной экономической зоне Брест. На её территории действует ряд преференций и мы могли бы обсудить возможности реализации совместных проектов в области машиностроения, производства синтетических моющих средств, как я уже говорил, фармацевтики, медицинского оборудования. Есть такие предприятия, которые производят с участием китайского капитала по производству светодиодов. У нас осуществляется строительство, завершается уже строительство и обслуживание цифрового технопарка. Одно из наших предприятий, это открытый акционерный общество Брестмаш, имеет положительный опыт сотрудничества с Джак Моторс по сборке автомобилей. И в этой связи мы могли бы предложить посотрудничать и развивать в дальнейшем как это направление с компаниями из провинции Леонид, так же и развитие производства линейки автокомпонентов. Важным направлением могло бы быть сотрудничество в фармацевтической отрасли. Мы знаем, что есть хорошие компании в провинции, которые работают в этом направлении. Брестский регион обладает богатым, естественно-ресурсным и историко-архитектурным потенциалом. Это значит, что уверенно можно развивать отечественный и международный туризм на её территории. Туристическими брендами региона являются Национальный парк «Беловежская пуща» и мемориальный комплекс «Брестская крепость-герой». У нас есть что предложить в сфере туристической инфраструктуры, в том числе и наш бренд Национальный парк «Беловежская пуща», который является уникальным сегодня природным комплексом и самым большим массивом Европы, который сохранил до наших дней первозданный свой облик. Могли бы вы предложить оздоровительный туризм, это отдых в санаториях, где стараемся максимально создать комфортабельные условия для пребывания и оздоровления. Но если будет желание создать объект китайской традиционной медицины для того, чтобы наше население лучше познакомилось с особенностями и пользой, мы могли бы это тоже обсуждать. В многофункциональном центре Брестского облсполкома после официальной части открылся культурно-деловой форум «Брест Леонин», где стороны обменялись мнениями о перспективных проектах и конкретными договоренностями. Наше сотрудничество между двумя регионами будет наращиваться. Провинция Леонин, как самая первая промышленная база Китая, имеющая столетнюю историю, достигла своих преимуществ. Этот сегмент сегодня широко развит. Экономический потенциал провинции Леонин по сравнению с другими на первом месте. Расстояние между провинцией Леонин и Брестской областью по прямой порядка 7 тысяч километров. Но это не препятствует нашей дружбе. Мы будем развивать обмены и сотрудничество в сферах экономики, образования, культуры, туризма и других направлениях. Я со своими коллегами буду стараться изо всех сил, чтобы достигнутые договоренности о сотрудничестве превратить в конкретные проекты. Об этом говорили и послы двух стран в видеоформате. Благодаря подписанным соглашениям, сфера образования и науки также получат возможность взаимодействия и обмена опытом. Между Брестским государственным университетом имени Александра Сергеевича Пушкина и Леонинским университетом был подписан меморандум. На основании такого же документа будут укрепляться контакты с Китайским вузом и Убрестского государственного технического университета. Уже реализуются проекты межнационального сотрудничества как в культурном, так и в научном ключе. Мы планируем реализовывать ряд совместных мероприятий как в области непосредственно академической, это обмены студентами, это обмены профессорско-преподавательским составом, это реализация совместных образовательных программ, как на уровне бакалавриата, так и на уровне магистратуры. Это, конечно же, сотрудничество в области научно-исследовательской деятельности и реализация совместных проектов. Ну и, конечно же, сотрудничество в плане проведения культурных мероприятий, культурно-просветительских мероприятий, социально значимых мероприятий. Мы смотрим очень позитивно на расширение возможностей взаимодействия с вузами Китайской Народной Республики. У нашего университета уже более полутора десятков соглашений, все их мы стараемся наполнять реальными мероприятиями путем составления планов мероприятий, ежегодных планов. У нас уже опыт активной работы с китайскими университетами есть. Несколько лет назад заключен договор с Саньхуйским университетом и мы активно сотрудничаем. В чем это проявляется? Ну, во-первых, в Аньхуе, в Китае, в Аньхуйском университете открыт Центр изучения Белоруссии в Китае. Таких центров, по-моему, в Китае всего четыре, где мы показываем о своих достижениях, о своей культуре, о своей традиции, говорим о политике, которую реализует наш президент. Что касается обучения студентов, то у нас достаточно активно было взаимодействие в образовательной сфере по подготовке магистрантов на второй ступени. Причем обучение шло на английском языке. Это были специальности педагогика, магистратура, экономика, магистратура физической культуры и спорт. Для Брестской области важен и культурный аспект. Так, в художественном музее Брестской крепости была открыта видео-фотовыставка провинции Леонид, доступная всем интересующимся. Сложно охватить всю огромную провинцию с богатой историей и современным темпом жизни провинции Леонид. Фотовыставка дает уникальную возможность познакомить жителей Бреста и Брестской области с экономической, социальной и культурной жизнью провинции Леонид, увидеть, не выезжая за пределы Беларуси, масштабные преобразования и современные достижения этой китайской провинции. Это взаимное проникновение формирует крепкую белорусско-китайскую дружбу. Сегодня фото-выставка, дадим которой старт, она поможет жителям города Бреста, не только Бреста, но и Брестской области прогнигнуться, погрузиться и прочувствовать всю прелесть края Леонид. И пробудить заинтересованность для более тесного взаимодействия, для хорошего крепкого сотрудничества и для хорошей дружбы. И уверен, что многие обрещания и наши жители Брестской области, они, ознакомившись с выставкой, обязательно заинтересуются и побывают в провинции. По крайней мере, поделюсь своими впечатлениями, да, у меня огромное такое желание уже появилось. Анастасия Мелешкевич, Андрей Щерба, Юрий Лемонтович специально для программы «Итоги недели». Вы смотрите программу «Итоги недели» на БУК-ТВ, говорим об актуальном. Брестский автовокзал, который был построен к тысячелетию города – одно из мест, куда направляется множество пассажиров из разных точек нашей страны и зарубежья, и откуда ежедневно курсируют транспортные средства по пригородным, междугородним и международным маршрутам. Брест – крупная транспортная развязка, а потому эффективная работа автовокзала является не просто одной из составляющих жизни города, но стратегически важным звеном во внешнем сообщении. Как обстоит ситуация с перевозками сегодня, какие сложности и как можно было бы улучшить его инфраструктуру, расскажет следующий сюжет программы. Новый автовокзал в Бресте начал свою работу в 2019 году и работает по трем направлениям. 70% от общего трафика приходится на пригородное сообщение, по 15% – на междугородние и международные рейсы. Несмотря на то, что произошла оптимизация сети в пригородном направлении, оно остается самым востребованным, особенно в летнее время. В летнее время пользуются популярностью дачные маршруты. Потом маршруты, которые следуют в санатории Бересте, Бух, Белая Вежа. Ну и особенной популярностью у нас пользуется Белорусская Пуща. Что касается междугородних перевозок, здесь сложилась относительно стабильная ситуация. Однако чувствуется повышенный спрос и перегруженность по направлению в Минск. Люди здесь часами у нас на вокзале сидят, ждут проходящие рейсы с Варшавы. Нужно всем уехать в Минск. Поэтому обращаюсь к перевозчикам, если у кого-то есть желание, мы готовы с вами сотрудничать. Активно сотрудничает автовокзал и с заказчиками перевозок в международных направлениях – на Российскую Федерацию, Германию и Польшу. И вот здесь кроется основная проблема. Ведь из-за очередей на границе задержка автобуса может составить от 3 до 15 часов. При этом качественно оказывать услуги пассажирам не представляется возможным. Но это не вина автовокзала или водителей. Особо хочу обратиться к пассажирам, которые собираются ехать на отдых, вылетать там с аэропортов города Варшавы. Пожалуйста, планируйте заранее свою поездку. 12-15 часов запаса у вас должно быть, чтобы вы спокойно могли заехать в Варшаву, погулять там немножко и потом улететь по своим делам. В летнее время нагрузка на автовокзал возрастает по сравнению с зимним периодом, примерно до 25%, а это плюс 25-30 тысяч пассажиров. Кроме того, трафик растет с каждым годом и для комфорта и безопасности особенно важно обновление транспорта. Хотелось бы к заказчикам перевозок обратиться, потому что нужно обновление транспорта. Автобусы старые, малой вместимости, пассажиропоток у нас растет с каждым годом, поэтому есть сложности с транспортом. А вот проблем с продажей билетов нет. Кассиры работают четко и слаженно. Кроме того, пассажиры активно используют интернет-ресурсы, а в будущем планируется покупка билетного терминала. С момента открытия обрезки автовокзал постарались заполнить арендаторами. Теперь здесь можно не только перекусить и выпить кофе, но даже купить смартфон. А вот рынка поблизости многим не хватает. Есть проблемы с обменом валют, точнее с его отсутствием. Возможно, установят банкомат, но пока это только планы. Все устраивает, все доброжелательно, все хорошо. Я привыкла приходить, конечно, заранее, чтобы не впритык. И я билет всегда возьму. Хочется видеть рынок, какие-то киоски, чтобы было больше. Конечно, этот автовокзал по многим параметрам превосходит предыдущий автовокзал и по интерьеру, и по уровню обслуживания, ну и в целом, наверное, может быть, даже по уровню комфорта. Единственное, вот в летнее время все-таки хотелось бы, чтобы немножко лучше работали кондиционеры. Билеты я обычно приобретаю через интернет. И, как правило, в интернете билеты есть всегда. То есть в кассах я билеты почти никогда не покупаю. Для обслуживания, конечно, здесь и мороженое, здесь и газетку можно взять, и водичку взять, ну и шоколадку. Мало ли чего там, кому чего захочется. В последнее время острее стали ощущаться кадровые вопросы среди водителей. Однако есть и те, кто работает долгие годы и всем доволен. Самая работа нравится. И зарплата достойная, коллектив хороший. В принципе, все устраивает, все нравится. Никаких минусов я в нашей области не вижу. Места стало больше. На стоянке можно разместить автобус, высадить пассажиров свободный. То есть нет такого с пробки, можно с автобусом. Эта разница в сравнении со старым автовокзалом очевидна для всех. А вот то, что касается вопросов льготного проезда в летнее время на пригородных направлениях, требует пояснения. Согласно указу президента 176-го пенсионеры, разъясняю опять же, не все пенсионеры могут пользоваться льготным проездом 50%. Бывают скандалы, жалобы. Поэтому объясняю, пользоваться льготным проездом могут те пенсионеры, которые достигли общеустановленного в государстве возраста пенсионного. Женщины 58 лет, мужчины 63. Если вы ушли в 60-50 лет на льготную пенсию, вы этой льготой не воспользуетесь. В любом случае, чтобы не сталкиваться с проблемами во время поездки, спорные вопросы лучше уточнить заранее по телефону, либо в справочном бюро автовокзала. Юрий Альмантович, Людмила Логодич, Андрей Щерба. Итоги недели. Живая память благодарных поколений. В самом названии и смысл, и цель этого поистине патриотического проекта. Его инициировал известный общественный деятель, паралимпийц Алексей Талай. По замыслу его благотворительного фонда реализуется большой проект «Дети Беларуси ветеранам и будущим поколениям». Память, которую сегодня воплощают мемориальные комплексы, обелиски и памятные знаки, бесспорно будет жить в будущих поколениях белорусов. Мы помним о бессмертном подвиге наших предков, и поэтому люди участвовали в уникальном проекте целыми семьями, организациями, учащимися школ, лицеев, гимназий и даже детских садов. Накануне акция по сбору монет для создания памятного знака была завершена. Более 160 килограммов монет передали в Бресте благотворительному фонду имени Алексея Талая. Они пойдут на создание памятного знака, который появится на территории цитадели следующим летом. Чем дальше в историю уходят события Великой Отечественной войны, тем больше возрастает важное сохранение памяти. Уникальный опыт ветеранов – то, без чего сегодня невозможно создать новую историю, уверенно двигаться вперёд всей стране и каждому человеку по отдельности. Понимая это, паралимпиец, общественный деятель Алексей Талай реализовал грандиозный проект «Дети независимой Беларуси ветеранам и будущим поколениям». «Это просто какое-то волшебство творится. Ведь именно потому, что этот проект поистине народный памятник всколыхнул сотни тысяч и тысяч сердец, он и называется сейчас беспрецедентным. Это беспрецедентно. Такого ещё на постсоветском пространстве не было. уже по самым минимальным подсчётам, наши сотрудники фонда трудятся над этим, уже собрано более полумиллиона монет. Полумиллиона монет, а за каждой монеткой семья. Папа, мама, брат, да я, бабушка и дедушка. Сколько нас тех, кто помнит, кто чтит, кто знает, что и во мне течёт кровь победителей, тех, кто сражался за Родину. А вот сейчас живу я, я их потома. Сейчас от меня многое зависит. И вот он, тот самый народный проект, народный памятник, который мы творим вместе. Безмерная благодарность от детей, внуков и правнуков поколению победителей. Сбор монет для создания уникального народного памятника поколению победителей от благодарных потомков стартовал в Бресте в конце января. За это время жители и гости города над Бугом собрали для этой благородной цели 162 килограмма монет. И сегодня каждый может сказать, что внёс лепту в возведение всенародного памятника. И название у него – символичная живая память благодарных поколений. Памятный знак уже установлен в столице Беларуси, городе Минске. Он представляет собой фронтовой треугольник и дерево, как символ жизни. В следующем году такой же откроют в Бресте. Благодаря вот этой акции дети Беларуси ветеранам и будущим поколениям проходят при поддержке Министерства культуры, Минкульта, Минспорта, а также Музей Великой Отечественной войны, которые поддержали эту инициативу. И сегодня она нашла, наверное, широчайший отклик не только в жителях города Бреста, да, наверное, всей страны, а даже и за пределами. Потому что мы видим по количеству тех монет, которые сегодня бросают, чтобы они попали, вот эта частичка души, памяти, наверное, о героическом прошлом нашего, в памятный знак, который планируем построить и поставить вблизи Брестской крепости в память о нашем героическом прошлом. Было принято решение установить этот памятник рядом, может быть, у входа с Брестской крепостью, как вечные цветы от благодарных потомков, от детей и внуков, правнуков и проправнуков. Он будет стоять, и это дерево жизни, о котором сказал уважаемый мэр, будет радовать их там, на небесах. Но мы этим памятником говорим им, дорогие наши родники, мы вас не подведем. Да, Большая Победа была общей, благодаря этому она и состоялась. Она далась очень дорогой ценой, и наш священный долг – хранить память и уважение к предкам-героям, воспитывать молодое поколение не столько словом, сколько делом. Не случайно проект «Дети Беларуси» ветеранам и будущим поколениям нашел сиюминутный отклик у белорусов, любящих и гордящихся своей страной, а советские монеты как символ общего прошлого объединили людей разных поколений для того, чтобы, слившись воедино, стать сплавом живой памяти благодарных поколений. Беларусы, Творя, беларусы созидают, сообща вместе, взявшись за руки, обнявшись сердцами и душами в едином порыве отдать дань уважения почести нашим великим дедам и прадедам, бабушкам и прабабушкам, которые сражались за нашу родину, за наше будущее, за этот прекрасный день, который мы проводим сегодня с вами вместе, в этом цветом, сакраненном для нас вместе, в Брестской крепости, герой. О войне все сказано, скажет кто-то, нет, не все. Не все сказано о горе народа, пережившего страшную Великую Отечественную войну 20 века, о горе белорусов, потерявших каждого четвертого жителя, потому сегодня нужно говорить о мире без войны, нужно развенчивать мифы и тех, кто просто жаждет развязать ее. Никаких иллюзий мы не должны питать. Сможем донести эту повестку нашим детям, наших сердцами, душам, благодаря в том числе этому проекту? Вот в чем смысл? Этот дятенок, он принес монетку со своим папой и мамой, бросил эту копилочку. Он, может, сейчас еще и не понимает, мы разговариваем с господином мэром, он пока, может, и не осознает, что он сотворил. А через 10 лет, когда он увидит фильмы о героях Великой Отечественной войны, увидит красный флаг, папа и мама скажут, да, а пойдем сходим туда, пойдем, а где? В Брестской крепости. И поедут они сюда, в этот замечательный город, это святое для нас место, пройдутся по этим сакральным местам, где все дрожит просто, идет действительно здесь место силы. Зарядятся этим позиции, будут знать, под чьими знаменами они будут жить, сражаться, если надо, как наши воины, и умирать. Вот в чем этот смысл этого проекта. Накануне в Музее обороны Брестской крепости состоялась торжественная передача благотворительному фонду имени Алексея Талая монет, собранных для создания памятного знака «Живая память благодарных поколений». В торжественной обстановке они были переданы директору благотворительного фонда Алексею Талаю. Уже сегодня монеты находятся в Минске на переплавке. Со всей душой люди откликнулись в создание и сотворение какого-то проекта. Это в очередной раз доказывает то, что Великая Отечественная война – это для нас свято, для нас это сакраментально. Мы помним, чтим, и так было и будет всегда. Мы, те, кто помнит живые глаза своих дедов и прадедов, должны передать этот огонь, эту силу, эту мотивацию, это состояние адекватного восприятия действительности, что ты должен быть сильным, и ты должен быть готовым защищать свою родину подрастающим поколениям. Брест включился и поддержал данную акцию еще в 2021 году. И сегодня, наверное, уже на завершающей стадии, что вблизи Брестской крепости мы подбираем место, где определим место, так скажем, постановки этого памятного знака. Это будет вблизи Брестской крепости на тех землях, которые относятся к землям города. Планируем, что в следующем году мы установим этот памятный знак. А дата будет, скорее всего, либо к 22 июня, либо приурочим огню города. Анастасия Мелешкевич, Андрей Щерба, Юрий Лимонтович. Специально для программы «Итоги недели». Накануне дня пожарной службы Беларуси, который отмечается 25 июля, митрополит Вениамин передал Министерству по чрезвычайным ситуациям икону Божьей Матери – Неопалимая Купина. Она известна не только как покровительница и защитница белорусских спасателей, но и как заступница при пожарах. Брестская область стала первой, над которой был совершен облёт с иконой. Именно Неопалимая Купина станет оберегом для тех, кто всегда стоит на страже и оберегает нас. Более подробно в сюжете Вероники Рокотюк. На вертолёте МЧС в город Брест была доставлена икона Неопалимая Купина. В русской иконописи она известна с середины 16 века. Издревле её считали небесной покровительницей пожарных и спасателей. Кроме того, святыня считается хранительницей дома от пожара и молнии. Символично, что в город Брест её привезли в преддверии 170-летия пожарной службы Беларуси. Ведь всем известно, что быть спасателем – опасная работа, а порой каждый вызов – это риск и борьба за чужие жизни и сохранение своей. Потому вера необходима. Помимо навыков и профессионализма, она помогает людям оберегать себя. «Накануне митрополит Вениамин передал Министерству по чрезвычайным ситуациям икону Божией Матери – Неопалимая Купина. В Министерстве принято решение о проведении воздушного крестного хода и в Брестскую область первая, которая принимает икону на своей земле. Как известно, эта икона является не только покровителем пожарных спасателей, но она ещё и защищает людей пожарных, поэтому мы надеемся, что это та помощь, которая поможет сохранить жизнь и здоровье наших людей, ну и, естественно, спасателям также окажет помощь в ликвидации чрезвычайных ситуаций». В священном месте на территории Брестской крепости прошёл молебен с участием работников областного управления МЧС. Архиепископ Брестский и Кобринский Иоанн в своей проповеди подчеркнул, что в деле борьбы с огнём очень важно иметь крепкую веру и сильный дух. Ведь за 170 лет существования пожарной службы спасатели делали всё для того, чтобы помочь ближнему сохранить имущество, а главное – жизнь. Спектр задач у спасателей широк – от ликвидации пожаров до устранения последствий техногенных катастроф. «Да будет с вами! Поздравляю вас с этой датой! Радуюсь, что мы вместе сегодня празднуем эту дату. Радуюсь, что мы призываем имя Божие на ваше служение и верю, что Господь будет помогать вам в несении вашего жизненного, семейного, общественного и служебного Христа. Бог всем вам в помощь!» Молебен с иконой для части МЧС оказался важным событием, которое подтверждает духовную значимость и опору от православной церкви для служащих МЧС в их тяжёлой и опасной работе. А церковь в лице священнослужителей и прихожан поблагодарила каждого пожарного за выбор профессии и достойное несение службы. А икона «Неопалимая Купина» станет вечным оберегом в этой опасной профессии. «Сегодня невозможно это делать без Божьей помощи. И получив икону из рук духовенства, Министерство по чрезвычайным ситуациям получило ещё одну помощь, которая позволит быть нам стойкими в этой нелёгкой службе и выполнении своего долга. Поэтому от себя лично, от коллектива, всех спасателей Брещина и Владыка, спасибо за эту оценку, за эти хорошие слова. Бог вам в помощь». Вероника Рокотюк, Эдуард Бакунович, Юрий Лимонтович, Новости Бреста. Брестскому театру «Кукол» 60 лет. И все эти годы он не перестаёт удивлять и радовать своих поклонников. В юбилей принято дарить подарки. И такой подарок творческий коллектив театра подготовил для своих многочисленных зрителей. Юбилейный сезон закроет премьера по мотивам пьесы «Вишнёвый сад», классика мировой литературы и одного из самых известных мировых драматургов Антона Павловича Чехова. На предпремьерном показе спектакля побывала и наша съёмочная группа. Подробности в сюжете выпуска. Брестский театр «Кукол» встречает своих зрителей манящей атмосферой тайны волшебства и погружает в удивительный мир творчества. Юбилейный 60-й сезон здесь закрывают громкой премьерой. Спектакль поставлен по одному из самых известных произведений выдающегося русского писателя-драматурга с мировым именем Антона Чехова. Его последней пьесе «Вишнёвый сад». В центре внимания история помещи Цараневской. Её родовое имение за долги выставлено банком на аукцион. Единственный способ спасти его от продажи – вырубить прекрасный «Вишнёвый сад» – символ красоты, добра и человечности. И если «Вишнёвый сад» разбить на дачные участки и отдавать их в аренду подач, то самое малое вы будете иметь 25 тысяч доходов в год. На протяжении часа зрители становятся свидетелями развития сложной истории, наполненной символизмом, талантливой игрой актёров и яркими музыкальными акцентами. «Если рассуждать попросту, то какая там гордость? Если человек физиологически устроен, некрамотно, надо перестать восхищаться собой, надо бы только работать». Мы говорили о семье, о традициях, о любви к дому, о любви к родным, о счастье быть рядом. И как страшно, когда это рушится. Как бы они ни хотели, а получилось так, что всё-таки имение было продано. Ну, не знаю, победило ли зло над добром, либо добро над злом, либо здравый рассудок победил. Пусть это смотрит зритель и оценивает. И по этому поводу, если не хотят это сделать, пусть приходят к нам в театр и смотрят и делают свои выводы. Вечная и нестареющая классика приобрела особое звучание через творческое видение главного режиссёра Дениса Казачука, который работает в Брестском театре «Кукол» с апреля 2022 года. И известен зрителю по таким постановкам, как «Белый клык», «Жизнь», «День памяти», «Бармалей» и «Щелкунчик». Он ставит спектакли для детей и взрослых. «Вишнёвый сад» – шестая его работа. Она рассчитана на аудиторию 16+. «Зритель Брестский очень открыт. Работать для него интересно. Он всё воспринимает. Мне интересно, как будет реагировать молодёжь в 16-18 лет при просмотре этого спектакля. Потому что здесь есть такой ассоциативный, образный ряд. Мне хочется увидеть, узнать, насколько они могут тонко чувствовать. С ним было очень интересно работать. Очень, очень даже интересно. Во-первых, мы не знали полностью его задумки. Ну, он знал, конечно, рассказал, эскиз показывал, всё, как обычно было. Но на самом деле не знали полностью, как он задумал. Уже во время репетиции мы только посмотрели и догадались. Ага, вот о чём. Задумка оригинальная. Такого, наверное, не было ещё. Совсем по-другому, как говорится, он придумал, поставил. «Вишнёвый сад» стал шестой премьерой юбилейного 60-го сезона в Брестском театре «Кукол», на протяжении которого зрители не переставал удивлять и радовать большой творческий коллектив и режиссёры Денис Казачук, Дмитрий Нуянзин, а также Алиса Ермак. Сразу после летнего отпуска в театре начнётся работа над первой премьерой нового 61-го сезона спектаклем «Ефросиня Полоцкая. Святые литры». Людмила Логодич, Андрей Щерба, Юрий Лимонтович. Итоги недели. Это были итоги недели, у которых, как всегда, свои герои и свои события, какими их увидели корреспонденты БУК-ТВ. Жизнь всегда проще, если понимаешь, как и что происходит. Мы встретимся снова уже на грядущей неделе. Будут новые темы и новые герои. А если вы знаете то, что неизвестно нашим корреспондентам, звоните номер в Бресте 54-63-67. Ну а мне остаётся только добавить. Это было ваше телевидение, семейный канал БУК-ТВ. Я, Анастасия Мелешкевич, говорю вам до встречи. И, как всегда, желаю мира, стабильности, здоровья и добрых новостей в ваших домах. Анастасия Мелешкевич, говорю вам до встречи.